Сотни километров от Петербурга. Мы медленно продвигаемся к историческим землям особого лесного народа. Вепсы — потомки древнего племени, по одной из версий того самого, которое призывала Рюрика на гнижение. Сегодня вепсов осталось немногим больше пяти тысяч человек. И глухая вепская деревня — наш главный ориентир. Деревня Лаврово. А через пару-тройку домов уже деревня средняя. Сегодня в этих местах, считай, уже почти нет никого. Хотя это ладная столетняя изба на горе, будто из сказки, сразу манит к себе. Смотрите, какая очаровательная лошадка, да, это именно лошадка, встречает нас на фасаде. Такие теперь живут в этих краях в разных деревнях. Они — дело рук современного художника. Но как же тут оказались? Ведь еще недавно изба была заброшена. В доме обитала рысь. Пока год назад в глухой край не изобрели Илья и Настя, режиссеры документального и игрового кино. Они подались чарам лесного вепского духа и приняли решение избу бережно восстановить, пригласив на подмогу местных из разных деревень. Вдохнули жизнь в каждый уголок. Скругленный. Вся жизнь вепсов, она связана вот с такими верованиями, причинами, заговорами и так далее. И даже вот, например, в архитектуре это все зашито. Вот мы сейчас видим здесь, например, скругленные углы. Считалось, что в острых углах собирается, ну, плохая сила и так далее. Или вот, например, такие вот обережные куклы. Вот это вот, не зря она здесь находится, вот такая многорукая куколка, которую делают тоже местные мастерицы. Она помогает хозяйке сразу много делать, делать у печи. Так появилась арт-резиденция «Изба». После реконструкции здесь зимой поселилось шесть современных художников из разных городов России. От драматургов до живописцев и стрит-арт-творцов. Каждый работал в своей технике с важной целью – создать произведение искусства на основе уходящего небытия культуры. Мир вепский – это взгляд в прошлое, а современные художники – это абсолютный взгляд в будущее. И мы решили вот эти две абсолютно в разно направленные вектора собрать в одном месте. Мы уже встретили здесь закат, поймали рассвет, слушали страшные сказки и узнали, что именно вдохновляло художников, живших месяц на вепской земле. Первым делом путешественники знакомились с бытом местного населения. А на основе рассказов жительницы своих буднях драматурги создали пьесу «Заговор вепских женщин на жизнь». В час, когда нечистый стоит за твоей спиной, ты можешь его отправить так, что человек и рад бы домой вернуться, а он не нужен. Это какие-то очень локальные легенды, и мне нравится, что их божества, духи, они как бы в каком-то смысле безымянны. То есть они именно своим присутствием проявляются. Не нужно их рисовать или давать им точные имена. За читку пьесы принялась Галина Васильевна, местная жительница и юная актриса мастерской Реутовой Вагановой университета имени Герцена. Слов незнакомых в тексте – тьма. Репетиции проходили непросто. Для меня лично было сначала как-то сложновато это воспринять. Я даже как бы подрастроилась маленько. Но я дала прочитать мужу, сказал «Хювяом». Ну, пойдет. Да, мир вепсов – это еще и собственный язык, вовсе не похожий на русский. На нем местные до сих пор говорят в магазине и дома, за чаем. В нем 28 букв. Есть только мужской рот и ударение на первый слог. Я коренной вепс, язык мой родной вепский. И до школы я по-русски не разговаривала. У нас же не было письменности. А когда ее создавали, был вопрос взять за основу кириллицу или латиницу. Но в кириллице не было тех букв, которые есть в нашем языке «Ю». Не «У» и не «Ю», а «Ю». «Юкс-1». А кто-то из творцов вдохновлялся не разговорами, а тихими пейзажами. Как, например, художница из Москвы Марина Бодрина. Позже она поместила свои созданные картины в старую оконную раму вместо стекол. А режиссер и график Борис Казаков, автор известной серии работ «Избушки и врачи», то рисовал, то стирал каждое утро следы огромных куриных лап на снегу. И сейчас, когда растаял последний снег в соседнем селе Алёховщина, где летом кипит жизнь, собирается 200 человек, в местном Доме культуры наконец открылась выставка. Мы вспомнили уникальную традицию в 70-е и 80-е годы. У нас появились первые хэппенинги, перформансы, арт-проекты, которые сознательно, это большое направление в театральной культуре, которая называлась «Децентрализация». И мы подумали, что эта выставка должна стать таким испытанием и для зрителей. Ведь добраться в эти края, а то еще приключения. На небывалые зрелища съехались со всей округи, изучали объекты, слушали звучащие со сцены воспоминания односельчан и посвящали нас в свои обычаи. Как сказать по-вепски «Здравствуйте, вы хорошо выглядите». Терфенхю. Терфенхю? Да? Да. О, отлично, я вас похвалила таким образом. На мне вепский костюм. Особенно трепетно отношусь к балахону, который мне достался, может быть, даже от моих далеких бабушек. Посмотрите, пожалуйста, на шовчик, который сделан ручками. Носила мама корову доить. Ой, а вепсянку узнают по красному переднику. Представляете, чем старше женщина, а цвет фартука должен быть поскромнее, потемнее. Вепсы делятся вековыми знаниями с большой охотой, словно чувствуют, как они ускользают. Все лето выставка будет переезжать из одной деревни в другую, а затем работы вернутся домой, в избу. Культура вепсов уходит у нас на глазах. Можно ли обратить процесс вспять? Создатели арт-резиденции уверяют, чтобы что-то сохранить, стоит попробовать что-то создать. Уберечь от забвения вепский край.